Ураган Ирма в Карибском бассейне стремительно усиливается. Если сохранится подобная тенденция, то мощность урагана Ирма увеличится с текущей третьей категории до наивысшей пятой, которая по своим последствиям является катастрофической. Всего за историю метеонаблюдений произошло 11 атлантических ураганов наивысшей категории. Напомним, что США до сих пор справляется с последствиями урагана четвертой категории – Харви. Критически затопленными остаются штаты Техас и Луизиана. Также на текущий момент у берегов Мексики формируется ураган Лидия. На севере Атлантики сезон ураганов проходит с 1 июня по 30 ноября. По данным многовековых наблюдений, пик тропической активности в регионе достигает максимума в конце лета, когда различие между температурами в верхних слоях атмосферы и морскими температурами у хорошо прогретой поверхности воды является максимальным. Основное направление движений ураганов – с юга на север и с юго-востока на северо-запад, в акваторию Мексиканского залива. Присылайте на почту сайта geocentr.info с пометкой «Для климат-контроля» информацию о климатических изменениях в мире, примерах объединения людей и взаимопомощи в экстремальных климатических ситуациях.